Здравствуйте! Вы на канале Семена Партнер. С вами Марина Рыкальна. Присоединяйтесь! У меня на столе разложен огородный пасьянс из капусты. Несмотря на то, что любимая культура у дачников это огурцы, томаты, у меня большую площадь все-таки занимает капуста. Причем выращиваю я различные виды капусты в несколько оборотов. На данный момент и приблизительно до середины марта нужно успеть посеять на рассаду цветную капусту и капусту брокколи. Вот эти две капусты, брокколи и цветная, они толерантны к высоким температурам. В отличие от капусты белокочанной, вырастить рассаду которой дома иногда подчас бывает сложно. И когда я в июне уже начинаю снимать свой классный урожай цветной капусты, многие спрашивают, как такое возможно, что у них ничего не получается. И вот первое, с чего вы должны начать, выбрать для этих целей, особенно если вы новичок, самый ранний гибрид капусты. И он у меня в руках, называется он White Axel. В пакете находится 10 семян. Я посею 5. И сегодня я еще решила посеять капусту Smila. Тоже посею буквально несколько штук. Она более поздняя. То есть, если нам с вами не нужно одномоментно 5 качанчиков головок цветной капусты, то можно посеять более поздний гибрид. И тогда урожай с него можно будет снять примерно через 2 недели после того, как вы соберете ранее. И как я уже сказала, сегодня посеющая брокколи у меня 2 гибрида, фиеста и маратон, и обе они ремонтантные. Что нам это дает? Ну, к примеру, если вы не получили первую крупную головку, не беда, можете ее убрать, хорошо подкормить капусту. И на пасынках до конца сезона она будет давать непрерывный урожай. Что касается белокочанной капусты, то дома на рассаду я ее стараюсь не высевать. 1 апреля я делаю посев в теплицу и уже в мае, через месяц после посева с ковом, высаживаю на грядке. Все прекрасно успеет вырасти. Исключение составит лишь один гибрид, который называется Настя. Очень рекомендую, потому что это супер ранний гибрид. И я хочу несколько штук посадить по краю грядки в теплице, чтобы получить первый урожай и побыстрее отведать борщащий. И белокочанную капусту Настю я в обычные сроки, то есть с 1 по 6 апреля, также посею на рассаду в теплице. Капуста это культура, которая чаще других страдает от черной ножки. Нам нужно принять все меры, чтобы этого не допустить. Первая ошибка, которую мы делаем, это кислый грунт. То есть есть некачественный торфяной грунт, в котором не добавлены раскисляющие компоненты. Обратите на это внимание. И второй момент важный, вы ставите на прохладный подоконник и переусердствуйте с поливами. От переизбытка влаги тоже очень быстро развивается черная ножка. Давайте составлять грунт. За основу я взяла торф. Торф очень качественный, рыхлый, профессиональный. Называется он агробалт и он не содержит минеральные удобрения. В качестве обогащения я буду добавлять биогумусы из расчета приблизительно 15% от общего объема. 5% от общего объема у меня идет перлит. Прежде чем пользоваться перлитом, вскройте пакет и налейте воды. Он пылит и эта пыль очень вредна. И примерно 5% от общего объема я добавлю циолита. Циолит забирает лишнюю влагу, чтобы у нас с вами не было переувлажнения. И самое главное, что он раскисляет грунт. Если вдруг у вас грунт кислый, нужно добавить. Предотвратить развитие черной ножки нам также поможет уголь. Я купила в магазине и хорошенько пакет помяла, чтобы фракция стала прям совсем мелкой. На 6-7 литров грунта нужна вот такая одна лопатка угля. Можно взять уголь березовый для шашлыка, измельчить и также им воспользоваться. Я ранее любила сеять капусту в торфяные таблетки, но в этом сезоне на них сильно подскочила цена, поэтому будем экономить. В ящички, в небольшие, я насыпала дренаж, это керамзит, и сверху закрываю его салфетками нетканого материала, чтобы дренаж не заиливался и влага беспрепятственно выходила. Дорогие друзья, а у меня есть для вас объявление. Я сейчас уже в дороге в наш новый рознично-оптовый магазин, который находится в городе Москве. Запомните, метро Котельники, выход номер 7. Я еду на машине, поэтому вбил в навигатор. Улица, летчика Ларюшина, дом 20. Будет красивая вывеска «Семена партнер». Обязательно приезжайте, вы сможете получить консультацию от профессиональных продавцов, которые суперпрофессионалы своего дела, они же и агрономы. Дорогие друзья, мы вас ждем в магазин современный, новый, красивый. До встречи! В воду для полива обязательно добавляйте любой микробиологический препарат. Кстати, мой любимый называется «Микохелл», потому что он один из немногих, где уже есть все. Здесь есть уже два вида триходермы, ботилос субтилис и азотфиксирующие, фосфор, калиймобилизирующие и много еще чего. Семена инкрустированы и, как я говорила, сеять буду всего 5 штук. Второй раз на рассаду я посею эту раннюю капусту 1 июня. Если вы не ведете дневник, то пишите на пакетике с обратной стороны дату посева вашей капусты. Это очень удобно. Присыпаем сверху грунтом, чтобы семена оказались на глубине приблизительно 5 мм. И грунт сверху слегка утрамбовый. Биологический фунгицид я перелила в опрыскиватель. Вот именно из него и буду увлажнять свои посевы. Не поливайте из лейки. Кажется, что струя небольшая, но семена могут перевернуться и подняться к поверхности. И вот еще один лайфхак от черной ножки. Сверху после полива аккуратно посыпьте небольшим слоем. Как бы присолите все тем же углям. У меня посев закончен. И самое главное, что я вам хочу сейчас сказать. Обычно я натягиваю на посевы пленку. На капусту, пожалуйста, давайте делать этого не будем. Это тоже ведет к развитию плесени, к задержке влаги и, соответственно, к черной ножке. Все семена капусты вы вполне еще сейчас успеваете получить и заказать. Как я уже говорила, сеять мы будем капусту в несколько оборотов. И также в интернет-магазине Семена Партнера вы найдете все необходимые сопутствующие товары для дачников. Пекинскую капусту тоже нужно высадить в очень ранние сроки, чтобы она не ушла в цвет. Чуть позже будем этим заниматься. И я вам еще хочу сказать, что пекинскую капусту по краю грядки я высаживаю в ранние сроки в теплицу. Она растет очень быстро, в отличие от салата. То есть за место салата вполне можете попробовать хрустящие черешки. Обожаю китайскую капусту. Ее, кстати, тоже нужно посеять. Можно прямо с семенами в грядке в очень ранние сроки и уже в конце июля, то есть ближе к осени. А летом ее не высаживают, она уйдет в цвет, либо не будет развиваться. Не забудьте подписаться на наш YouTube канал. Нажимайте на колокольчик, и еще больше полезной информации вы найдете, подписавшись на Семена Партнер в Instagram. И нам, кстати, очень интересно узнать, как много разновидностей капусты вы выращиваете на своем загородном участке. Поэтому делитесь, пожалуйста, впечатлениями и своими знаниями в комментариях. Всем будет очень-очень интересно. Ну и что ж, давайте этот год сделаем супер капустным. Субтитры подогнал «Симон»!